В информационной студии телеканала Север Новости. Здравствуйте, я Иван Никонов и мои коллеги познакомим вас с главными событиями этого дня. Теплый, комфортный, проходимый. Трекол стоимостью почти 5 миллионов рублей приобретен при софинансировании из федерального бюджета для доставки сельчан старше 65 лет в медицинские организации города для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. Не все субъекты благоустройства, реализуемые в Ненецком округе в текущем году с привлечением федеральных средств, сданы в эксплуатацию вовремя. Причины задержки обсудили накануне члены Межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. В центре внимания реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и развитие предпринимательской инициативы на территории Ненецкого округа. В Наринмаре прошел Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности. Городские дороги местного значения будут переданы на региональный уровень через год. Соответствующее решение принято в ходе очередного заседания администрации Ненецкого округа. Как пояснил, представляя законопроект, исполняющий обязанности руководителя департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа Иван Глазунов, перенос сроков обусловлен поздним проведением диагностики и паспортизацией дорог местного значения в муниципальное образование городской округ город Наринмар. Соответствующие документы должны были быть предоставлены в профильное ведомство до 1 июля 2019 года. Тем не менее, работы по подготовке документации мэрии еще не завершены. К сожалению, коллеги, согласно 420-му окружному закону, до 1 июля сего года не передали нам техническую документацию по своим объектам, и мы не можем их рассчитать, понять натуральные показатели, которые попадают у нас в раздел содержания, а также позволяют нам запланировать другие мероприятия дорожной деятельности. В связи с этим мы просим срок передачи дорог перенести ровно на один год. В свою очередь, в ходе рассмотрения вопроса заместитель главы городской администрации Андрей Бережной сообщил, что в городском бюджете на 2020 год средства на исполнение данных полномочий предусмотрены в полном объеме. Принимая изменения в закон, губернатор Ненинского округа высказал замечание в адрес ответственных за своевременное исполнение принятых ранее решений. 2 октября на всех объектах благоустройства, реализуемых в текущем году в Ненинском округе с привлечением федеральных средств, должны были завершиться работы. Но на сегодняшний день из шести объектов готовы только четыре. Три муниципальных образования успешно справились со своей задачей. Отстает от графика окружная столица. Вопросы благоустройства муниципалитетов в 2019 году обсудили на межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Приморско-Койский сельсовет стал одним из первых муниципалитетов, где завершились работы по обустройству зоны отдыха в районе школьных мастерских. В прошлом году подрядчик установил скамейки, урны и освещение. В этом году уложил мягкое покрытие и обустроил тротуары к прилегающей территории. В Канинском сельсовете в рамках благоустройства установлен арт-объект «Я люблю несь». Объект делался в два этапа. В прошлом году исполнялись заказы белбоков, везли их с Архангельска. В этом году за счет проекта сделана площадка. Так как средств не очень много, у Канинского всего 914,6 субсидий, то за счет другой субсидии по благоустройству окружного бюджета, значит, еще у них будут здесь малоархитектурные формы, скамейки поставлены, урны. И кроме этого, еще по улице, выходящей как раз к этому объекту, сейчас выкладываются железобетонные плиты. Тут же на пересечении идет дорога в аэропорт. Так что, в общем-то, место такое активное, бойкое. Но мы очень рады, что самый отдаленный у нас населенный пункт справился с задачами. За Полярным районом на благоустройство объектов Канинского и Приморско-Куйского сельсоветов было выделено более 2 миллионов рублей. Порядка 5 миллионов рублей федеральных средств направлено поселку Искателей. На благоустройство пешеходной зоны в районе домов 1 и 2 по улице Геологов. Там установлены скамейки, урны, проведено озеленение территории, обустроены пешеходные зоны, установлены ограждения. Второй объект благоустройства – детская площадка в районе Озерной-20. Здесь уложено мягкое покрытие, установлено освещение и скамейки для отдыха. Самый большой объем субсидий, который составляет 71% от общего объема федеральных средств, а именно 16,9 миллионов рублей, предусмотрен для администрации Наринмара на благоустройство двух территорий. У нас идет реализация двух объектов, которые были выбраны по итогам рейтингового голосования. Контракты по объектам, ваша информация, видно, что заключены своевременно, то есть в конце мая. Сроки окончания работ были установлены 30 сентября и 1 октября. Это у нас объекты, на сегодняшний день работы не завершены. Это объекты, это территория на пересечении улицы Ненинска и Смедовича, около центра занятости и садика Семицветия, и игровая площадка на переулке Рождественский. По словам заместителя главы администрации Наринмара Андрея Бережнова, на выполнение обязательств по контракту у подрядчиков было 4 месяца, но в срок они не уложились по разным причинам. Например, компанией РИЦ, которая имеет хорошую репутацию в округе, достался сложный проект. Площадка практически готова. Остается дождаться доставки и установки малых архитектурных форм. Все закончено, кроме этого, нужно просто установить парк. Они оказались очень длинными сроками изготовления. То есть мы отслеживали даже сами изготовители, есть видео, как делается, кем делается, когда, но, к сожалению, действительно, допустим, по счетам, срок изготовления почти 3 месяца только сами планки. Поэтому сложно оказалось для проекта решения для подрядчика. Ну, что делать? То, что есть. Сложнее обстоят дела со вторым подрядчиком, который занимается устройством спортивной игровой площадки в микрорайоне Мирный. На этой площадке, так сказать, и я, и специалисты, два раза в неделю вместе с ним. То у него одного нет, то у другого нет. В конечном итоге, так сказать, практически домучили. Значит, сейчас идет последний этап, это укладка резинового покрытия, там без запасов. Дотянули они до дождей, поэтому установили шатры, в шатрах греют бетон и по бетону укладывают. Укладывают, по крайней мере, с хорошим качеством. По словам Елены Карельской, на сегодняшний день реализация регионального проекта по формированию комфортной городской среды выполнена на 67%. До 18 октября мэрия должна сдать заявки на получение субсидия. К этому времени работы на объектах должны быть завершены. У нас вообще вся субсидия идет по факту выполнения работ. Авансы, деньги, авансы, субсидия не предусмотрены. Взаимоотношения с подрядчиками не единственная головная боль муниципалитетов. Сразу после завершения работ на объектах благоустройства добавляется новая проблема, как уберечь зоны отдыха и общественные территории от попыток вандализма. Ирина Никешина, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Ненецком округе появился специальный автомобильный транспорт для доставки жителей пожилого возраста в медучреждения. Ключи от внедорожного транспортного средства «Трекол», приобретенного в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Гемография» вручил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Тёплый, комфортный, проходимый «Трекол» стоимостью почти 5 миллионов рублей приобретён при софинансировании из федерального бюджета для доставки сельчан старше 65 лет в медицинские организации города для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. Трекол приобретён с учётом специфики региона. Об этом министру рассказал губернатор Нейнского округа. Как отметил Александр Цибульский, при отсутствии наземного сообщения практически со всеми населёнными пунктами такой автомобиль просто необходим. «Ну, это, видите, с точки зрения оптимизации бюджета для нас, потому что сегодня у нас установит транспорт этот вертолёт. Вы сами понимаете, что цены там каждый раз в Пи-8 доставляют людей совершенно другие цены. А на снегоходах, ну, пожилым людям зачастую тяжеловато уже на снегоходах принадлежатся на такие расстояния». Эксплуатацией транспортного средства займётся комплексный центр социального обслуживания населения. Как отметила его руководитель Светлана Хатанзейская, в настоящий момент разрабатывается график поездок по населённым пунктам региона. «Я думаю, что результат будет очень положительный, востребована очень эта техника. Так как у нас самолёты в эти населённые пункты землями летают, естественно, люди добираются разными способами. Кто-то на снегоходах, кто, в общем-то, кто как может, кто, в общем-то, на машина. И поэтому, когда есть такая поддержка, государственная, федеральная, это большой-большой плюс». В рамках своего визита в Ниньцкий округ глава федерального ведомства ознакомился и с деятельностью самого комплексного центра социального обслуживания. Максим Топилин высоко оценил оснащённость учреждения здоровительным и реабилитационным оборудованием, отметил комплекс проводимых учреждений и мероприятий. Также глава Минтруда отметил о необходимости начала подготовки к внедрению с 2022 года реализации проекта по развитию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которые не могут за собой ухаживать. Проект стартовал в текущем году в ряде пилотных регионов. Мария Владимирова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и развитие предпринимательской инициативы на территории Ненецкого округа обсудили в ходе Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности. С большим докладом на эту тему выступила главный финансист региона Татьяна Лагвиненко. Подробности расскажем в следующем сюжете. Большой совет представителей органов власти с бизнес-сообществом начался с доклада Татьяны Лагвиненко. Главный финансист региона рассказал о целях национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. Одна из них – увеличение численности граждан, занятых в сфере бизнеса. Так, в Ненецком округе к 2025 году их число должно превышать 5000 человек. В ходе доклада руководитель профильного ведомства озвучила существующие на сегодня меры поддержки. В настоящее время на территории региона уже реализованы следующие меры. Прежде всего, это финансовые меры поддержки. Это реализуются у нас меры прямой финансовой поддержки. Это субсидии и гранты. Предусмотрена поддержка крупных предпринимательских инициатив в виде гранта губернатора Ненецкого автономного округа. В 2019 году введены субсидии на возмещение затрат по аренде для социальных предпринимателей и на проведение мероприятий по внедрению энергоэффективных технологий. Выслушав доклад, глава региона отметила, что не все меры существующей поддержки на сегодняшний день работают должным образом. В частности, Александр Цибульский поставил под сомнение эффективность стартапов для начинающих бизнесменов. Большое количество грантополучателей закрываются через 2-3 года. Вместе с тем, губернатор предложил увязать государственную поддержку с размером зарплаты сотрудников, работающих у предпринимателя. У нас есть проблема трудоустройства наших жителей. В чем проблема наших жителей, нам говорят предприниматели. Дорогая рабочая сила. Дорогая, согласны. Для нас с вами дорогая рабочая сила в повышенная ставка НДФЛ и возвращающийся в бюджет. Давайте стимулировать их, брать рабочих на работу местных и ставить им высокую зарплату. И к этому привязывать льготу. Еще одно важное направление, в котором следует усилить работу, оказание поддержки в части реализации производимого товара. В первую очередь это касается представителей малого и среднего бизнеса на селе. Нам надо же село, нам надо его развивать. Почему село говорит, что сегодня он не может? Ну, понятно, оторванность даже от Риммара не дает возможности, ничего там нет. Давайте посмотрим, вот мы там по каким-то по сельхозникам приняли, давайте по предпринимателям примем. Если он что-то готов производить и поставлять на Риммар, давайте ему дадим эту субсидию транспортную. В ходе координационного совета высказались и предприниматели. Кроме того, в ходе встречи был проведен опрос. Представители бизнеса, общества высказали свое мнение о том, какие бы меры поддержки они хотели видеть. В основном, конечно, вопрос был проблемы предпринимателей, это земля. Наверное, следующий курс совет у нас будет посвящен этой проблеме, потому что для того, чтобы развивать бизнес, предпринимателям необходимы, прежде всего, земельные участки, а потом уже помощи, так сказать, из бюджета. Ну и впервые, наверное, мы услышали от предпринимателей, что они просят поработать над имиджем предпринимателя, что мы должны популяризировать и действительно говорить о престижности занятия предпринимательской деятельности. Наверное, это болит, и мы на это обратим внимание. Пакет предложений по разработке эффективных мер господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства профильные органы власти совместно с бизнес-сообществом должны представить губернатору не позднее, чем через месяц. Алина Волчейская, Леонид Шишелов и Антон Водряков, Телеканал «Север». Завтра в Наринмаре напишут экономический диктант. Акция проходит во всех регионах России. В Ненецком округе его пишут во второй раз. В этом году тема диктанта «Социальная экономика. Процветающая Россия». Акция «Всероссийский экономический диктант» проходит в нашей стране с 2017 года. В прошлом году участие в ней приняли почти 100 тысяч человек в 83 субъектах Российской Федерации. В Ненецком округе диктант будут писать на двух площадках в аграрно-экономическом техникуме и в Центре развития бизнеса. Это мероприятие наравне с всероссийским тотальным диктантом по русскому языку начинает пользоваться очень большой популярностью. Использовать мы будем две площадки. Это техникум НАД и Центр развития образования. Я бы хотела пригласить всех принять участие, поскольку это действительно интересная вещь попытаться проверить свои знания на предмет экономики. По результатам проведения диктанта будет сформирован аналитический ответ, в рамках которого эксперты определят уровень экономической грамотности населения, оценят экономическую активность населения в различных субъектах Российской Федерации. В России стартовал конкурс народный участковый, призванный повысить престиж службы в органах внутренних дел, сформировать положительное общественное мнение к сотрудникам правоохранительных органов. Победителю конкурса определяются большинством голосов граждан, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может проголосовать за сотрудника, который, по его мнению, наиболее полно отвечает этому званию. Полную информацию по каждому участнику конкурса можно получить на официальном сайте УМВД России по Ненинскому округу. Проект «Народный участковый» это пример открытого партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Выставка продажа «Знатные меха» из Кирова, пользующаяся большой популярностью в России, впервые приехала в столицу Ненинского округа. Здесь богатый выбор меховых изделий по доступным ценам. Работает выставка продажа в торговом центре «Элит-Сити». Далее все подробности. Шубы, полушубки, жилетки из меха лисы, чернобурки, норки, овчины, песца, строгана и многого другого. Разнообразный модельный ряд изделий от автоледи до полноценного пальто придется по душе каждой женщине. Размеры от 38 до 64. Приятные цены от 57 тысяч рублей. К слову, в магазине действует рассрочка на два года без переплат и первоначального взноса. Оплатить покупку можно как за безналичный, так и за наличный расчет. Наша компания «Знатная меха» уже более 10 лет находится на рынке. Мы работаем по всей России от Кавказа до Камчатки. На Риан-Мар мы приехали впервые и надеемся, что у нас и торговля будет хорошая. Привезли мы сюда меха из норки. Это вот такие вот модельки. Канадская норка, она коротковарсовая. Российская норка, которая выращена на наших зверохозяйствах, длина варсовая. И овчина. Напомню, Кировская выставка продаж «Знатные меха» располагается на первом этаже торгового центра «Элит-Сити» и будет работать на Ринмаре с 8 по 16 октября с 10 до 19 часов. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». На этом пока все новости. Далее смотрите прогноз погоды, спонсором которого является меховой дом «Знатные меха». «Знатные меха» «Знатные меха»